Всем привет! Сегодня уже 11 сентября в Московской области. На удивление, очень хорошая погода, поэтому собираю урожай декоративной тыквы. Я декоративную тыкву выращиваю каждый год. Это, конечно же, разные сорта. И второй год я ее высаживаю именно сюда, в цветник, так как для нее у меня пока нет места. В этом году выращивала тыкву декоративную бородавчатой ассортет Гавриш. Здесь было 6 семян, 3 я посеяла, вот 3 у меня здесь растения высажены. Высевала я в рассадные пакеты 24 апреля и в стадии 3 или 4 настоящих листов, а это было 19 мая, я высадила уже сюда в открытый грунт. Как я высаживаю тыкву в открытый грунт, не имеет значения, декоративная или столовая это сорта. У меня одна схема, выкапываю просто довольно-таки большую посадочную яму, закладываю туда рубленную свежую крапиву, затем практически полное ведро конского навоза, добавляю чуть земли, перемешиваю и высаживаю рассаду. Первые несколько дней я поливаю зеленым удобрением раствором, то есть болтушкой так называемой. Это чтобы дать старт зеленой массе, ну и затем в течение сезона проливаю только гуматом калия несколько раз, все, и простой полив водой. Вот на сегодняшний день, на 11 сентября, она уже начинает заболевать мученистой росой, держать ее нет смысла, она уже больше не вырастет, но если окрасится, то только уже при хранении. Ну, обзор поближе тыквы я вам покажу уже в доме. Ну, а сегодня уже 3 ноября, я вам хочу тыквы показать поближе. Семена у меня от Гавриш, сорт называется тыква декоративная бородавчатая ассорти. Посмотрите, какая она красивая. Я уже говорила, что здесь было 6 семян, 3 из них я посеяла и по итогу 3 растения высадила в открытый грунт. Побеги у растений очень длинные, невероятное количество боковых побегов, так называемых пасынков, которые нужно формировать, обязательно удалять, как, собственно говоря, и завязи. Все сорта декоративной тыквы, которые я выращивала, они все плодовиты. Поэтому лишнее обязательно убирайте, чтобы плоды вызревали. Вот насколько хорошо вызреют плоды, настолько хорошо она будет у вас храниться. Производитель на упаковке нарисовал очень красивые тыквы по форме. Здесь они и крушевидные, овальные, круглые, с бугорчатой такой поверхностью. Также и цветовая гамма очень красивая. Оранжевые, зеленые, желтые, полосатые. Ну, по итогу у меня выросло всего лишь два вида. Ну, здесь слово ассорти. Когда мы что-либо выращиваем ассорти, здесь уже в конце сезона не знаешь, что и вырастить. Поэтому на следующий год я буду брать конкретный сорт, чтобы знать, что и как. Ну, так вы выросли все равно довольно-таки красивые. Самое красивое это вот такая бородавчатая, круглая, зелено-желтого цвета. И по мне, чем больше бородавок, тем она очень красивая и оригинально выглядит. Кто-то это воспринимает как уродство, а мне очень нравится. Обожаю такие тыквы. Тыква небольшая, но очень тяжелая довольно-таки. 300-350 грамм, не меньше. Вот такая. Это тоже бородавчатая, но она, видите, более желтого цвета. Очень красивая в интерьере, смотрится замечательно. Второй вид тыква, она такая вытянутой формы, овальной, да. Просматривается небольшая ребристость, есть тоже зелено-желтого цвета. Но она, конечно, очень-очень простая, в отличие от бородавчатых. Так, еще хочу сказать, я каждый раз говорю, когда делаю обзор на декоративную тыкву, что декоративная тыква, она названа декоративной, чтобы украшать дом ваш. Я почему-то говорю, потому что был комментарий к прошлогоднему видео про декоративную тыкву. Мне написали, зачем ее в декор, если ее можно и в пищу употреблять. Ну, так говорит человек, который не пробовал мякоть декоративной тыквы. Она очень горькая, я еще раз повторяю. Не вы ее не будете есть, не ваши животные. Поэтому она только для украшения вашего дома, и все. Вот, например, вот этот сорт, вот эту тыкву, я попыталась разрезать ножом, у меня этого не получилось. Почему? Потому что очень плотная, но в то же время очень тонкая кожура. Посмотрите, она стучит, как у ореха. Вот за счет вот плотной вот такой кожуры и сухой мякоти тыква долго будет у вас лежать. То есть эта тыква, конечно, очень хорошо вызрела. Вот, в принципе, и все. Такой небольшой обзор на тыкву, которую я выращивала в этом году. Сажайте, выращивайте красоту, украшайте свой дом. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал и всем пока! Продолжение следует...